Добрый вечер! В прямом эфире информационная программа «Сегодня» в студии Ирины Джоева. Коротко о главных событиях 11 декабря. Эксперимент оказался успешным перспективой развития тепличного хозяйства в Знаурском районе. В 2016 году мы еще хотим поставить несколько теплиц. Этим мы обеспечиваем людей работой. Почетная обязанность гражданина. 25 молодых ребят пополнили ряды вооруженных сил Республики Южная Осетия. Лучше гор могут быть столько гор, и на которых еще не бывал. Сегодня Международный день гор. Обычно говорят, что я покорил голоду, нельзя покорять. Надо молиться, чтобы она тебя впустила на себе. Осенне-зимний период. Сезон период ОРВИ. Советы врачей. ОРВИ, конечно, противовирусные препараты. Это элькофенон, это инговелин, это старый советский ремонтодин. Зима припозднилась, но сосулька звучит громко. Сегодня состоялся фестиваль детской песни. В этом году в Знаурском районе был осуществлен экспериментальный проект «Тепличные хозяйства». При финансовой поддержке руководства Республики для местных жителей было закуплено оборудование и саженцы для теплиц. Насколько успешным оказался эксперимент и каковы перспективы развития тепличных хозяйств? Алена Утаева из Знаурского района. Процесс реализации экспериментального проекта «Тепличные хозяйства» в Знаурском районе, который осуществлялся при финансовой поддержке руководства Республики, оказался успешным. Урожайность составила около 50 тонн. Глава администрации Знаурского района Рустам Джоев отметил, что с каждым годом результаты будут улучшаться. В планах увеличить в будущем году и количество теплиц. В 2015 году мы провели сельскохозяйственный эксперимент. То есть поставили 10 теплиц, 2000 квадратных метров, и раздали их на 10 семей. То есть все 10 семей благополучно их обработали. В этом году мы еще раз планируем поставить такой вопрос перед нашим руководством. Понимание с их стороны есть. И в 2016 году мы еще хотим поставить несколько теплиц. То есть этим мы обеспечиваем людей работой и, естественно, нашу республику продуктовой. Благодаря развитию тепличного хозяйства у жителей появились и рабочие места, возможность заработать и обеспечить свои семьи. Одним из первых развитием тепличного хозяйства занялась семья Тхелидзе Нонны, у которой 11 детей. Она отметила, что им в этом году удалось получить до 3 тонн помидор. Полученный урожай был реализован на местном рынке. Семья планирует на свои средства организовать еще одну теплицу. Нам дали 2 теплицы. Мы получили неплохой урожай. В следующем году увеличим. Узнали все тонкости работы этого вида хозяйства. Всю продукцию реализовали на местном рынке. В будущем году планируем посадить и огурцы. Уже готовим землю, семена. Хочу сказать, что благодаря тепличному хозяйству условия нашей семьи улучшились. Если развитие тепличного хозяйства, как и овощеводство, в целом пойдет такими темпами, а пример у Знаурского района последуют и другие районы, то есть шанс, что отпадет необходимость в завозе овощей извне, так как экологически чистая продукция будет выращена в самой республике. Рустам Живоев также отметил, что в 2016 году в районе планируют развить и птицеводство, что поможет обеспечить местный рынок куриным мясом. В плане еще сельского хозяйства у нас есть птицеводство. Я недавно это озвучивал, и председатель правительства пообещал поддержать этот проект, ждет наших предложений. Заранее забегать не будем, но я думаю, что если этот проект пройдет, то за определенное, то есть короткое время мы сможем обеспечить нашу республику собственным мясом птицы. Также в планах и развитие животноводства, и высадка яблоневых садов. Алена Уттаева, Олимбетеев, информационный выпуск, сегодня. 25 молодых ребят пополнили ряды вооруженных сил республики. К военному ремеслу остин генетическая предрасположенность, народ-воин, сыны которого проявили себя героями во многих битвах. В боях нашими героическими бойцами была образована и защищена Республика Южная Осетия. Новые поколения уже в мирной жизни перенимают эту почетную традицию. В современном мире порох нужно держать сухим. Репортаж Эльвиры Тибиловой. По итогам осенней призывной кампании, 25 молодых ребят со всех районов республики от 18 до 27 лет пополнили ряды вооруженных сил Республики Южная Осетия. Сразу же после сбора молодые люди проходят курс молодого бойца. Который продолжается в течение месяца. Для новобранцев осеннего призыва завершающий этап курса молодого бойца состоялся на стрельбище учебного центра БАРС Министерства обороны Республики Южная Осетия. Завершается он упражнениями по первоначальной стрельбе из автомата Калашникова. За курсантами наблюдали их наставники. Представители младшего офицерского состава вооруженных сил Республики Южная Осетия. Они практически уже готовые бойцы. Все горят с желанием усвоить военное дело. Сегодняшние занятия показали, что стрелять они научились хорошо. Я сам удивился их азарту и рвению. Они все практически здоровые молодые люди. Командиры относятся к ним строго, но не слишком наступательно. Глядя на них, могу с уверенностью сказать, что современное поколение молодых людей знает, чего хочет. Командиры отмечают стремление новобранцев быстро усвоить и анализировать информацию. Новобранческий состав проявляет интерес и в изучении первоначальных навыков. Курс молодого бойца – первый этап службы в армии. За время этого периода новобранцы прошли предварительную подготовку. Их обучали правилам поведения, заложенным в устав, как грамотно действовать в различных ситуациях, имеющих отношение к службе. Обучали основным приемам обращения с оружием. Мы пошли на военную службу для того, чтобы узнать, как профессионально защищать свою родину, родную землю. Теперь незнакома жизнь военнослужащего. В 10 вечера у нас бывает отбой. В 6 утра подъем. Мы целый день на ногах шагаем по плацу. Сегодня нас привели для того, чтобы посмотреть, чему мы научились. Мы научились строевому шагу стрелять, разбирать и забирать оружие на время. Сегодня мы стреляли по разным мишеням. Увидели, кто как научился. Впереди у новобранцев торжественная церемония принятия присяги, которая пройдет во второй половине декабря на Аллее Героев у Вечного Огня. Армейские будни мне нравятся. Я не жалею о том, что решил пойти на службу в армию. Каждый парень обязан пройти службу, чтобы быть готовым защитить родину. Срок службы в вооруженных силах Республики Южной Осетии для молодого пополнения – полтора года. После прохождения курса молодого бойца состоится распределение по частям вооруженных сил Республики Южной Осетии. Сегодня состоялась встреча матерей воинов, павших, защищая Родину. Перед материнским подвигом этих женщин, воспитавших героев и их боль, у которой они подвластны времени, нужно склонять голову, сколько бы не миновало лет с битв, в которых погибли их сыновья. Слова благодарности звучали и сегодня. Были вручены подарки. Тем, кто не пришел на встречу, подарки были доставлены домой. Слова благодарности и подарки не могут поумерить горе этих женщин. Но в этом малом стараются участвовать многие. Не только руководство Республики, но и частные лица. Спонсорам были вручены благодарственные письма от матерей. К матерям обратился отец Алексей. Была предусмотрена и концертная программа с участием детского ансамбля «Маусек» под руководством Изольды Гоглоевой. Игорь Тасоев, блестяще исполнивший песню о матери и другие музыканты. Как было сказано на мероприятии, 25 числа каждого месяца в городской поликлинике будет проводиться полное бесплатное медицинское обследование матерей павших воинов. 11 декабря отмечается Международный день гор. Лучше гор могут быть только горы. И действительно, они являются не только домом для некоторого населения, но и играют важную роль в экономическом развитии государств. Горы – источник пресной и минеральной воды. Они богаты полезными ископаемыми, являются заповедником для многих видов флоры и фауны, дают возможности для развития туризма и альпинизма. Однако современное производство и отношение человечества к горам приводит к разрушению экосистемы гор. С целью недопущения уничтожения потенциала горных районов и поддержки проживающих коренных жителей и был учрежден этот всемирный праздник. О горах Осетии, их месте и роли в жизни народа. Оксана Джоева. Осетия ассоциируется с горами. Величественные хребты, красивые долины, белоснежные пики, бурные реки, воспеты в стихах и песнях осетинских поэтов, запечатлены на холстах художников. Наши пейзажи продолжают впечатлять всех, кто приезжает к нам в гости. Суровый пейзаж веками выковывал характер народа, его стойкость и мужество. Наши горы служили защитой от врагов. Трудности сообщения между селами, угроза лавин и селей, попытки отвоевать у гор плодотворную землю. Такова судьба горцев. Но в современном мире есть возможность сделать жизнь в горах, в горных селах, городках, комфортной и безопасной. И тогда останется только красота, которая воспитывает молодежь и манит их к вершинам. Не только гор, но и жизни. И привлекает туристов. Я приглашаю всех посетить наши горы. Хотя бы у подножия. Если туда взобраться, то ты себя чувствуешь человеком. Ты ощущаешь чистоту. У тебя голова отдыхает, тело отдыхает. Хотя ты чувствуешь тяжесть от чистоты, от превосходства как-то. Ну, обычно говорят, что я покорю гору. Не надо, нельзя покорять. Гора может сам тебя покорить. Но обычно надо молиться, чтобы она тебя впустила на себя. И другие названия, как музыка, покоренные до сих пор не покорившиеся. Наши предки их издревле называли на высотах строили святилища. Многие горы стали святыми. Всемирный день гор – это еще один повод привлечь внимание к необходимости сохранить экосистему гор. Чтобы их не засоряли, не рубили хищнические леса, иначе мелеют реки, перестают петь птицы. Наши священные горы достались нам в наследство от предков, и мы должны их передать потомкам. Оксана Джоева, Азиз Багаев, ГТРК ИР, информационный выпуск «Сегодня». Наступление осенне-зимнего сезона ставит перед нами традиционную проблему профилактики и лечения острых респираторных инфекций. Принципы лечения ОРВИ на сегодняшний день хорошо отработаны и известны не только специалистам, но и простым обывателям. Сезон гриппа ОРВИ начался. Есть ли вспышка в нашей республике и какие профилактические меры предпринимаются, выясняла Ирина Битиева. Осень, начало зимы – сезон вспышки заболеваний гриппом и ОРВИ. Во всех странах Северного полушария и Южной Осетии исключением не является. Плюсовая температура и отсутствие снега только способствуют их распространению. В группе риска дети и люди со слабым иммунитетом. Эпидемии гриппа в этот период – дело привычное. Однако, как показывает статистика, в этом году говорить об эпидемии, к счастью, пока не приходится. Обращаются дети до двух, до трех лет. Но я бы не назвала это никакой эпидемией, никаким вирусом гриппа. То есть зарегистрированных случаев вируса гриппа нет. Это банальное острое респираторное заболевание, которое ежегодно встречается в этом сезоне. То есть сезонный, но даже не могу сказать подъем заболеваемости. В принципе, так же, как и бывает обычно. Как говорят, и в городской поликлинике посещаемость больных за последние дни снизилась. По словам лор-врача Дзера с изосевой, есть обращение пациентов с осложнениями после запущенных болезней, но гриппа и ОРВИ как таковых нет. Есть простудные явления, и при первых симптомах необходимо грамотное лечение. Первое, конечно, противовирусные препараты. Первыми препаратами являются... Это их сейчас очень много. Это эргоферон, это ингавирин, это старый советский ремонт один. Грипп ферон, капли в нос. Очень хорошо они идут. Если их с первых дней начать принимать, очень хорошо. Это так широко разрекламированные, ацилококцин, кагоцел. Они достаточно мягкого действия. Они более гомеопатические. В основном противопоказаний они не имеют. Одним словом, вспышки гриппа пока в республике не наблюдается. Но сезон есть сезон, и бдительность нужна. Принять экстренные меры при симптомах самостоятельно нужно. Но не стоит пренебрегать врачебной помощью. Ирина Битева, Александр Кочиев, информационный выпуск сегодня. Начало зимы во Дворце детского творчества отметили ставшим традиционным песенным фестивалем среди школьников младших классов Цхинвала «Сосулька». И пусть сосулек пока не видно, атмосферу зимы и приближающихся любимых детворой праздников ощутила наш корреспондент Яна Плеева. Дети самых разных возрастов выступили сегодня на сцене Дворца детского творчества. Школьники продемонстрировали свой вокальный талант. Песни про друзей и настоящих бегемотов, которые живут в Африке. Вокальные группы сейчас функционируют во многих школах. А фестиваль призван показать и рассказать о том, каких успехов они добиваются. Более 10 участвующих коллективов. Каждый из них готовился задолго, чтобы, если не победить, то уж точно показать хороший результат. Мы готовились к этому фестивалю. Мы очень много над ним репетировали, чтобы все получилось. И мы пришлись, да, и мы получили то, что мы хотели. Волнение конкурсантов, выходящих первый раз на сцену, чувствовалось. Кто-то радовался успеху на сцене, а кто-то не смог сдержать свои эмоции, даже не закончив петь. Они же совсем еще маленькие, им можно. Новый год сбываются все сказки, а этот год под Новый год гуляют без запаски. Пусть, говорят, такого нет, и то, чтобы не бывает, если даже до сегодняшнего дня, как говорилось в песне, не приходило сознание приближающегося праздника, то сегодня оно уж точно пришло в любом случае для меня. Праздник самых маленьких смог заволновать и развеселить самых взрослых зрителей. Это педагогов и родителей сегодняшних детей. А это самый главный итог сегодняшнего фестиваля. В нешуточной игре победила дружба. Членами жюри были выделены несколько самых ярких исполнителей. Были вручены подарки в нескольких номинациях. Все музыкальные педагоги и участвующие школы были награждены грамотами и подарками. Сосулька прозвучала на славу. Яна Плева и Дочиева. Информационный выпуск. Сегодня. Далее вас ждет прогноз погоды на завтра, 12 декабря. В Знаурском районе республики завтра, 12 декабря, переменная облачность. Днем температура воздуха 5 градусов тепла, ночью минус 3. В Завском районе также переменная облачность. Днем 4 градуса тепла, ночью минус 4. В городе Квайса переменная облачность. Днем плюс 4, ночью минус 4. В Ленингорском районе Южной Осетии также переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 3, ночью минус 4. В столице республики в Цхенвале малооблачно. Днем 5 градусов тепла, ночью минус 3. Это все, о чем мы вам успели рассказать. В вечернем выпуске информационной программы в 20.30 с новостями вас познакомит Батрат Схуриев. А я желаю вам всего доброго и хороших выходных.